Задание онлайн этапа Кубка Гераклеон для категории А включает выполнение трех частей в течение 12 минут в целом. Первая часть. Выполнить максимальное количество двойных прыжков за 60 секунд. Вторая часть. Три раунда на время. В каждом раунде необходимо выполнить 10 подтягиваний до касания грудью перекладины и 15 бросков мяча в стену. Вес мяча для мужчин составляет 9 килограмм, для женщин 6 килограмм. Высота броска 3 метра для мужчин и 2,7 метра для женщин. Третья часть заключается в том, чтобы за оставшееся время до истечения 12 минут установить трехповторный максимум в подъеме штанги на грудь в стойку и с груди над головой. Результат атлета будет складываться по отдельному рейтингу по итогам выполнения каждой из частей задания. Стандарт выполнения задания. Общее время выполнения задания 12 минут. Секундомер включается перед выполнением задания и не останавливается при переходе от одной части к другой. На видео все время должен быть представлен секундомер или таймер, в том числе момент включения секундомера и момент отключения времени. Ракурс съемки. Для двойных прыжков не имеет значения. Для подтягиваний. Сбоку-спереди. Так, чтобы было четко видно касание грудью перекладины ниже ключиц. Для бросков мяча сбоку-сзади. Так, чтобы было четко видно положение бедер ниже параллели в нижней точке движения и касание мяча отметки на стене в верхней точке. Для подъема на грудь в стойку и с груди над головой сбоку-спереди. Так, чтобы была четко видна фиксация над головой. На видео до начала выполнения задания необходимо представиться, назвав имя и фамилию, а также продемонстрировать высоту отметки для бросков мяча. Если мяч не имеет маркировки с обозначением веса, такой мяч необходимо взвесить на весах, продемонстрировав вес на камеру. После установления трехповторного максимума в подъеме штанги на грудь в стойку и с груди над головой, необходимо разобрать штангу и продемонстрировать маркировку дисков на видео. В случае, если диски не имеют маркировки, необходимо взвесить их на весах, продемонстрировав вес на камеру. Стандарты движений. При выполнении двойных прыжков за один прыжок скакалка должна совершить два оборота под ногами. Засчитываются только прыжки, выполненные в течение первых 60 секунд с момента начала отсчета времени. Если скакалка не совершает два оборота под ногами за один прыжок, повтор не засчитывается. Как только начинается вторая минута, это время идет в зачет второй части задания. Три раунда на время с подтягиваниями до касания грудью перекладины и бросками мяча. Подтягивания выполняются до касания грудью перекладины. При этом засчитывается любое повторение, при котором перекладина касается, любая часть корпуса ниже ключиц. Допускаются подтягивания в строгом стиле, киппингом, баттерфляем. Хват, только хват сверху. В нижней точке обязательно распрямление в локтях и плечах. Не засчитываются повторения, при которых подтягивание является продолжением запрыгивания на турник. Нет касания любой частью корпуса ниже ключиц перекладины. Нет полного распрямления в локтях и плечах в нижней точке подтягивания. При выполнении бросков мяча необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке мяч должен коснуться стены выше отметки в 3 метра для мужчин и 2,7 метра для женщин. С пола на грудь допускается поднимать мяч любым способом. Протяжкой, в сет и с положения сидя. Не засчитываются повторения, при которых в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели, или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. При падении мяча на пол атлет использует момент отскока мяча от пола для выполнения повторения. В верхней точке мяч не касается стены. В верхней точке мяч касается стены ниже отметки 3 метра для мужчин и 2,7 метра для женщин. За оставшееся до 12 минут время необходимо собрать штангу и установить трехповторный максимум в подъеме штанги на грудь в стойку и с груди над головой. Собирать штангу до начала задания запрещается. Три подъема с пола над головой должны осуществляться без паузы с нахождением штанги на полу. В качестве результата засчитывается только тот вес, который был поднят три раза подряд. Минимальный шаг увеличения веса 2,5 килограмма. Снижать вес, установленный на штангу, запрещается. Не засчитываются повторения при которых. При подъеме на грудь в момент приема штанги ось тазобедренных суставов опускается ниже оси коленных суставов. При подъеме на грудь движение разбивается на становую тягу и подъем с виса. В положении со штангой над головой штанга находится спереди от фронтальной плоскости. В положении со штангой над головой атлет не распрямлен в тазу или коленях. В положении со штангой над головой руки не распрямлены в локтях. В положении со штангой над головой ноги не находятся на одной линии во фронтальной плоскости. Нет четкой фиксации с демонстрацией контроля со штангой над головой. Штанга сбрасывается на пол после первого или второго повторения. В положении со штангой на бедрах осуществляется перехват с отрывом рук от штанги при наличии паузы со штангой на полу.